Раньше карате подразумевало под собой систему рукопашного боя, предназначавшуюся исключительно для самообороны. На сегодняшний день этот вид спорта приобрел большую известность благодаря показательным выступлениям. В карате степень контакта между участниками схватки минимальна, а для сокрушения противника используются точно нацеленные мощные удары руками и ногами, наносимые в жизненно важные точки его тела. Так войска Подмосковья прошли отборочные соревнования на первенство России, которое пройдет в городе Калининграде уже в августе. А следующим и самым главным этапом станет первенство мира. Столь важное мероприятие решили провести на Щелковском стадионе не случайно. Сюда, как правило, очень много людей приезжает. Хороший очень зал, он просторный. Как видите, мы даже сейчас стоим, то есть мы туда смотрим. Действие комфортно, зона награждения отдельная, вся инфраструктура. То есть очень удобный зал. Мы здесь очень часто проводим мероприятие Московской областной федерации каратэ. Соответственно, люди приезжают к нам в гости и увидели, попросили провести здесь первенство на федерироводе. Вот все руководство Федерации каратэ России очень довольны. Всего в соревнованиях приняло участие 14 регионов Центрального федерального округа. Это Тверь, Иваново, Калуга, Тамбов, Белгород, Орел, Москва, Московская область и другие. Возраст спортсменов от 14 до 20 лет. После сегодняшних отборочных соревнований каратистов ожидает первенство России. И мы рады сообщить вам, что от нашего Щелковского городского округа туда поедет 4 человека. На этих соревнованиях я заняла второе место. Где-то есть обиды на какие-то моменты. Но, как говорится, время назад нельзя вернуть. Так что каратэ я занимаюсь с трех лет. Папе говорилось, что вот я хочу драться. Папа мне отвел, грубо говоря, самый безопасный вид спорта каратэ. Каратэ занимаюсь с 8 лет. Очень нравится. И вот решила попробовать в этих соревнованиях. Получилось. Мария Буржинская, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...